Руководство МЧС России, инженеры шахты Северная в Воркуте в эти минуты решают, что делать с аварийным участком, где ночью в результате нового взрыва погибли еще 6 человек. Условия в забое сейчас таковы, что выжить там нереально. Это признала глава спасательного ведомства Владимир Пучков. С четверга там были заблокированы 26 горняков. С последней информацией с Коми Георгий Алисашвили. Ситуацию, сложившуюся на шахте Северная, сейчас сотрудники МЧС называют критической. Ночью там прогремел мощнейший взрыв. Под завалами оказались горноспасатели, которые пробивались к пропавшим шахтерам. Они знали, что работают в тяжелейших условиях и с риском для жизни. И все равно смена за сменой отправлялись в забой. Роковой взрыв застал бригаду спасателей за обработкой специальных перекрытий, которые должны были предотвратить распространение метана в лабиринте подземных коридоров. К сожалению, при выполнении горноспасательных работ погибли пять профессиональных подготовленных горноспасателей. Они работали в сложивших условиях, проявили мужество, героизм, самоотверженность, высочайшую подготовку. Но, к сожалению, погибли. Также погиб один шахтер. Угольная пыль, раскаленный воздух и метан. Крайне опасное сочетание. Температура в шахте поднялась до 44 градусов. Подземный пожар так и не удалось локализовать. Для продвижения к месту аварии спасателям приходилось разбирать завалы. Аккуратно, вручную. Но открывать закрытый участок, где бушует пожар, это все равно, что лотерея. Эпицентр третьего взрыва пришелся на место предположительного нахождения 26 пропавших шахтеров. И сейчас в МЧС признали, шансов на их спасение больше нет. Мы вынуждены констатировать, что все параметры состояния в том участке шахты не позволяют человеку выжить. Техническая комиссия, работающая на шахте, пришла к такому же выводу. Спасать больше некого. Что делать с самой шахтой, где появляются все новые очаги пожара, пока не решили. Два варианта, которые мы будем рассматривать. Первое, это затопление аварийной части шахты, шага пожара. Второе, это герметизация стволов для того, чтобы исключить доступ кислорода в шахту и нагнетать специальные вещества в шахтное поле для того, чтобы локализовать пожар. Первый вариант затопить шахту надежнее, но на это потребуются месяцы. К тому же потом воду придется откачивать. Зона это почти половина шахты. Вот так она распространяется. Объем затопления 1 миллион 200 тысяч кубических метров. В Иркуте объявлен трехдневный траур по всем погибшим. Родственники шахтеров до последнего надеялись, что их близкие вернутся домой. В городе отменены все увеселительные мероприятия. Выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших начнутся уже завтра. Сейчас в самой шахте никого нет. И горноспасатели, и сотрудники эвакуированы. Все работы по ликвидации последствий аварии приостановлены на неопределенный срок. Георгий Лисашвили, Дмитрий Лошанков, Первый канал, Воркута.